День знаний в четвертой школе встретят уже под пристальным вниманием видеокамер. В учреждении образования внедряют новые технологии. Контроль 24 на 7. Это, как известно, не только мотив для дисциплины учащихся, но и в первую очередь детская безопасность. Помощь при чрезвычайной ситуации и пропускной режим. Вот, например, кто-то там спровоцировал какую-то конфликтную ситуацию. Это очень хорошо, что есть такая возможность защитить себя в плане юридически. Прорабатывается вопрос по установке такой же системы видеоконтроля и в учреждении дошкольного образования. Это детские сады Первомайского и Ленинского районов. На сегодня системой видеонаблюдения в Бобруйске оборудовано 28 школ и 3 гимназии. Во второй, к примеру, контроль в режиме онлайн с октября 2018. Всего в учреждении установлено 8 устройств. Камеры охватывают наружную территорию, столовую, спортзал, холл и этажи. Со слов директора школы, в прошлом учебном году здесь обошлось без ЧП и хулиганства. Ведь ответственность осознают как ученики, так и педагоги. Информация выводится на монитор вахты, монитор руководителя. Просмотр видеоматериала осуществляется и сторожем учреждения образования, и руководителем. Доступ к любой записи за 30 дней не выходя из кабинета. Это значит, что администрация школы в течение месяца может воспользоваться перемоткой и посмотреть, что происходило в конкретный день и конкретное время. Спроектированное оборудование, к слову, создано на базе РУП Белтелеком. В учреждениях сейчас используют два вида камер – наружные, так называемые антивандальные и купольные. Она имеет большие углы обзора для того, чтобы охватить большую территорию, но скрепится к потолкам, то есть для внутренних помещений. Наружная, которая в данный момент имеет такую модификацию, она спроектирована на шарнированные свойства и сделаны спецификации. Ее настроены для того, чтобы снимать в уличных режиме при данных температурах зимой на ощупь 365 дней в году. После февральской трагедии в Столбцах, когда школьник напал на педагога и одноклассника, в Беларуси начали активно проверять учебные заведения. Мониторинг показал, что в стране не везде установлены тревожные кнопки. Что же касается Бобруйска, в этом вопросе нарушений нет. В случае экстренной ситуации сторожу не придется звонить в милицию. Быстрого нажатия будет достаточно, чтобы сотрудники группы задержания уже через несколько минут прибыли на место. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.